Ну а мы начнём. Первое слово по традиции гостям. Владимир Андреевич, небольшой комментарий по сегодняшней игре. Если можно, нажмите, пожалуйста. Да, спасибо большое. Начали матч неплохо, потом создали моменты, потом пропустили мир, определяли дальнейшую действию. По счёту, можно так сказать, работа. После запропустия Нового года могли мы забивать, мы не заберем, да? В таком матче, как сидели, мы заберем верно. Для нас была хорошая игра, но я считаю, что это не идеал нашей игры. В 1-0, для нас, мы сделали ошибки, потому что у нас ошибка, и создали ошибки. Мы забыли, задали ошибки, и из этих ошибок мы можем сравнить, можно так сказать. Так, как мы здесь работаем очень много. У нас ошибка. У нас ошибка от этой команды, в футбольном клубе. Потому что мы не реализуем моменты. Создали много моментов и не реализуем. Я думаю, что сегодня этот счет мог быть и 3-0, и 4-0, потому что моменты были очень много. В принципе, октября, мы играли на контратаках и могли воспользоваться этим, но не забили еще раз. Мы играли на контратаках и могли реализовать моменты. В принципе, мы играли свои шансы до конца. Мы играли на контратаках, а то, что мы играли на контратаках. А кто будет играть дома, они там хорошо играют, с болельщиками, конечно. Конечно, они будут играть. Но ждем последние игры и посмотрим, будем стараться. Господин Антона, не кажется ли вам, что Сисерова упадает из общего рисунка? Нет, Сисерова. Сисерова... То есть, мы играли между Дамир и Сисерова. Сегодня я думаю, что вы будете играть с Дамиром, или что мы начали играть? Это не было в зиуе его. Сегодня мы можем сказать, что Сисерова не очень хорошо играть. В принципе, вы знаете, что он сейчас пропускал тоже много из-за карточки. Тем более, пауза еще со сборной была. Пауза, картошка. Что все-таки этот период, который прошел, не сыграл в лучшую сторону для Сисерова. Картошка. Красная карточка, которая была... И сейчас он играл свою роль. Мне кажется, вот так. Поэтому он чуть-чуть вышел из формы. Я хотел играть с ним, потому что он технически хорошо знает игру. Выигрывает верховые мячи. Но сегодня, видно, не буду вводить. Ум, атакант, в моем опыте, это не зима, как у меня. Если он был эластер, то я не знал, что я не говорю. Хороший нападающий, допустим, в хорошей форме. Если, допустим, как Сисерова, если он в свой хороший день может забить два мяча в такой игре. Мог забить два мяча в такой игре. Это верхний случай для Астаны, когда командарь Тюбейки будет двенадцатый зритель, в частности, борщиков с такой... Ну, такая армия борщиков. Борщиков был, в принципе, первый на личном борте. Что-то не хватило в вашей игре. Я знаю, что, насколько команды обычно приезжают либо за победой, либо за ничей. Какого-то импульса не хватило? Какого-то игрока, может быть, не хватило? Может быть, какой-то черты игры? Может быть, рисунка не хватило? Вы можете прокомментировать хотя бы вторую половину игру? И вы, в принципе, должны были, если по большому шапукали, должны были хотя бы сравнять, сыграть хотя бы один один. Спасибо. Ну, допустим, что-то не хватило? Какого-то импульса? Нет, я просто хочу сказать, что команда Астана – хорошая команда. У нас нормальная команда. Мы играем. В принципе, лидеры, чемпионаты. Не хватило? Может быть, какой-то удачи в начале. Я еще раз говорю, если мы первыми забили, игра по другому. Фактор первого гола, я думаю, отразился на дальнейшем времени игры. Фактор. Дома мы тоже играли, залили гол. Могли второй, третий, четвертый забивать. Мы забили первыми. Хотя с оператором тоже не мог забить. Мы дома играли. Вот сейчас план выиграли. Мы забили первыми. Это предопределило дальнейший ход игры. И мы там тоже не забивали три, четыре мяча. Это футбол. Этим интересен футбол, чтобы играть две примерно равные команды. Есть положительные качества, вернее, хорошее качество уровня соперника, атакующие действия, быстрота, дренинги. Есть у нас положительные качества другие. Поэтому мы играли примерно две равные. Достойные команды в лидирующих позициях. Я вот так говорю. Спасибо большое. Сегодня не играл, а играли Конутбай. Играл только этажами. В какой форме находятся они? И как идет восстановление нашего капитана команды? Тут . Считаем что играли мало? Да. Ну я мало сыграл. И как бы Тажимбетов не видно, какой они тоже находятся. И как не лежит это. Абзал, да? Или Вардул? Нет. Тажимбетов. Тажимбетов? Это как можно сказать. Это Кумоша. Дауленни. Ну достоин. Дауленни. Почему не играл? Дауленни. В какой форме находится Тажимбетов? Дауленни. Вы спросили, что они играли сегодня? Нет, не так. Как вы готовы? Система, который использует 4-2-3-1, с единственный атакат? Мы играем с тем 4-2-3-1, играем с одним нападающим. У меня 4 варианта. Если он не притит банка, то это 4-ая. Если он иногда ловит спадающие нападающие, то есть 4 варианта. Мы сегодня Танат использовали не нападающие, а право по защитникам. Так что вот смотрите, видите какие ситуации иногда происходят. Как идут остановления наши? Как вы решаете Каиран? Каиран? В первую очередь, вы ведете в Москву? В первую очередь, вы ведете в Москву сейчас? А сейчас и так, в программировании. И требует генунки. Он ждет, чтобы его пригласили там, ясно. Потому что, и, конечно, он будет умереть операция. А сейчас мы увидим момент, только когда он открывается, и после консультата доктора в Москве. И возможно, что даже будет операция. Даже до такого. Чеснок, какой-то случай? У меняова goal в Москве. Я думаю, в Москве, на рейтPAafa устрал в третьей игровой гравлии. В Москве, я сейчас заканула все свои результаты. Намики, утряνε ли. Когда эта травма, вот ваша игра получила. А футбол, не знаю, ясно, что жоски. Но футбол, это не футбол. А в предыдущие... Да, да, да. Но мы не дали футбол. Мы не дали футбол. Мы сами выбили мяч. А жука мяча. Мы сами выбили мяча. Мы сами выбили мяча. Мы сами выбили мяча. Что мы говорим? Что мы говорим? Мы говорим, что игрок просто ступил, а у него нога ушла в голову и он тебе говорит, вот и всё, а вы говорите. Не выбили мяча. Но не выбили мяча. Не выбили мяча. В первой репризе. Ненеевич, четыре раза спасти команды. Существует мяча. Как вы думаете, что вы думаете? В моем мнении, что это самый популярный, а я думаю, что я обеактив. В общем, он обеактивен, и думаю, что Ненеевич, это самый лучший вратарь в Казахстане. Он играет в воротах, он помогает своей команде. Каждый тренер, конечно, будет своего игрока всегда ставить на первое место. Это он персонал. Вам огромное спасибо за игрока двенадцатого номера, за Патрика Твумаси. Он буквально в последнее время стал забивать голы, и он вышел буквально из дубля в основном составе. Как вы всё-таки обратили на него внимание соответственно? Потому что его в последнем мячении, когда вы появились, он появился в игру. Вам огромное спасибо за имя. Очень хорошие идеи. Вы очень отлично угадали в Алхашине за виду двадцатого игрока. Дамир, спасибо. Да, да, да. Спасибо. Вы хотели, чтобы он... А, Елдору вошел. Спасибо большое. В третьем следующем сезоне.